Добрый вечер! Поверить трудно. Неделя заканчивается. У нас было целых пять дней для того, чтобы хорошо поработать. Вот они все позади. Впереди два дня, чтобы хорошо постоять в пробках и, может быть, даже отдохнуть. Телефон прямого эфира 6510996. Опять-таки, можно зайти к нам через смс-портал 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробел после этого. Любые вопросы или заходите к нам на сайт, там тоже есть возможность со мной пообщаться. Там некоторые вопросы, я смотрю, которые пришли к нам на сайт, они дублируются через социальные сети. Я уже на них сегодня отвечал и в Фейсбуке, и на Одноклассниках, на некоторые из них. Ну, хотите, задайте еще разок, либо зайдите ко мне на Фейсбук. Теперь о самом интересном. Новостей, конечно, у нас много. Мне понравилось, что у нас депутаты придумали очередной закон. Они хотят предложить штрафовать за легкомысленное поведение. Они имеют в виду, конечно, не весь спектр человеческого легкомыслия, а только ту категорию поступков, которая очевидна на дороге. Ну, например, человек, заметавшись между рядами, не вовремя перестроился, его туда не пустили, и, будучи человеком легкомысленным, он еще даже поворотником не обозначил свой маневр. Вот за это, например, тысячу рублей. Настолько размытые параметры этого намерения, что единственное очевидное в нем, в этом намерении законодательном, придумать новый штраф. Логическое обоснование пока еще не выдерживает критики. Но мне нравится другое. Мне нравится из новостей то, что наша армия в мирное время решила все-таки отказаться от ленд-лиза. Когда у нас был Сердюков министром обороны, он при всех его неоднозначных поступках и умелом управлении финансовыми потоками, я бы даже сказал диверсификации финансовых потоков, много любопытного он обнаружил. И самое главное, он в какой-то момент понял, что вот наша оборонка, она настолько сильно привязана к государству, что без шеи государство, на котором она сидит, просто не выживет. У нас много интересного в государстве сделано таким образом, потому что оно базируется только на шее. И как только стряхиваешь, ну типа хомута, хомут ведь сам по себе не ходит. Вот лошадь с хомутом может, а хомут уронил, все, а после этого наша русская запряжка уже не в состоянии что-то ни было сделать. Так вот у нас на шее государство в обязательном порядке должен висеть, например, автоВАЗ. Или должны висеть несчастные, обездольные пожилые люди, пенсионеры. И как только всех их стряхивают шеи, они тонут. Но с пенсионерами решили разобраться, устроили монетизацию льгот. Какое-то количество людей в результате этого косвенно или напрямую скончалось, тем самым облегчив заботу государства. АвтоВАЗ потихонечку продаем и будем продавать дальнейшим французам. С оборонкой тяжелее. Вот именно из-за того, сколько денег должно быть в оборонке, у нас произошла очень серьезная разборка между Медведевым и Кудрином. Представляете, что Кудрин получил вольную, а Медведев, по-прежнему, как человек сильный, талантливый и чрезвычайно нужный нашему государству, руководит много чем. Еще у нас есть Рогозин, который приглядывает за оборонным заказом и постоянные скандалы в связи с невыполнением оборонного заказа. Но одно дело в целом, вот как они там делят деньги, на что они их тратят. Другое дело попытка оснастить отечественной техникой нашу армию. Если помните о Ферру с танками, когда выяснилось, что наши танки, мягко говоря, устарели, тогда к ним подвели специального волшебника, он произнес заклинание, после чего танки стали резко модернизированными и получили на них оборонный заказ. Это те самые танки, которые у нас делают на Ураловагонзаводе. Там их потихонечку приводят в норму. Если вы помните, с Ураловагонзавода у нас даже есть один специальный человек, который руководит регионом. Любопытная была коллизия. Она как раз имела в своей первооснове не стремление пригнать сюда пролетариат с ломами, чтобы с интеллигенцией очкастой поговорить где-нибудь на Болотной площади, а под облёк она своей имела как раз вот этот самый заказ, необходимый заводу для выживания, и в первую очередь привязанный именно к танкам, которые резко помолодели и стали очень современными. Но вот в этой вот борьбе с нашей оборонкой, у которой получается всё как-то не очень ладно, но достаточно дорого, предыдущий министр обороны решил, что мы, например, бронетранспортеры будем покупать у итальянцев Ивека, бронемашины Ивека. Мы будем личное оружие для господ офицеров вместо ПМа и пистолета Ерыгина, который принят якобы на вооружение, но толку от которого мало. У нас будет для господ офицеров избрано другое оружие, то же самое, которое у американских господ офицеров, Беретта 92-я. Потом мы тут затеяли небольшой полигончик построить, недалеко от центра вселенной, и попросили сделать это немцев, а немцы под это дело притащили не только всё своё оборудование, но ещё несколько грузовиков, которые тоже вызвали у нас интерес как тягачи. Они могут таскать штабы у себя на плечах, чем, собственно, и занимаются грузовики, таскающие в прицепе модуль штабного назначения. Но они могут, если надо, танк тащить. А танки ведь только в советских фильмах ездят по дорогам общего пользования. На самом деле, по современной жизни их возят на грузовике. А грузовик был МАН. И шёл разговор о том, что мы купим эти тягачи, потом топливозаправщики Вольво. Ну и вершина этой одиозной пирамиды — это десантно-вертолётные корабли Мистраль французские. Они у нас называются в прессе вертолётоносцами. Нет, они гораздо более широкого спектра назначения. Они могут быть и плав-казармой, и плав-госпиталем. Они могут быть так называемым большим десантным кораблём БДК. И они, ко всему прочему, ещё являются вертолётоносцами. И вот как только Сердюков бросал эту дохлую кошку, например, ему задали вопрос, осмелились, а почему ИВЕКА? Ведь ИВЕКА, она и обычные-то грузовики так себе делает. Военная техника у них очень странная. И самое главное, что там всё натовское. Получается, что мы покупаем у потенциального противника не то чтобы технологии, но результаты этих технологий. Там очень много высокотехнологичного, чего мы сами-то не особо делаем, приходится покупать. Дорого. А ответ был такой. У нас нет аналогов и в первую очередь по минной защите. Защите от фугаса. Потому что противопульная броня, осколочная броня и вообще броня, способная противостоять стрелковому оружию и даже определённому натиску, например, ручных гранат, есть у нас. А вот с минами, с фугасами мы со времён Афгана ничего поделать не можем. А ИВЕКО как раз разрабатывался в том числе в способности противостоянию фугасам. Но на это наши возразили. Минуточку. Но вот тот же самый ТИГР на уровне тех заданий просто не имел этого параметра. Если бы Министерство обороны или Министерство внутренних дел, как заказчик, сформулировало это пожелание, наш ТИГР, несмотря на всё его одиозное название, получил бы в том числе защиту от фугаса. И когда тот же самый ТИГР обвинили в наличии двигателя Каменс, дизельного, импортного, он тут же получил ярославский дизель под капот. Пожалуйста, всё, что хотите. Но получилось так, что Сердюков в отношении снабжения армии он переходил на ленд-лиз в мирное время. Понятно, что когда начнётся война, мы прибегнем к ленд-лизу. Потому что без ленд-лиза мы воевать не умеем. Мы все войны пытаемся выиграть импортным оружием при импортной поддержке. И, в общем-то, ничего плохого в этом нет. Вот если у кого-то из союзников есть оружие или оборудование получше нашего, надо пользоваться, надо. Победителя потом вот в этом случае тем более не судят. Но почему, например, нужно покупать Мистрали? И вот эта вот многоходовая комбинация, с одной стороны, мы хотим броневики ИВЕКа, раз. Потом мы хотим стрелковое оружие Беретто, два. Мы хотим грузовики, три. Мы хотим Мистрали, четыре. Давайте. И ведь ИВЕКа мы начали даже собирать у себя. 1400 экземпляров машинокомплектами мы закупили, для того, чтобы в одном сарае их склепать, потом в другом сарае их склепать. И вот пришел Сергей Шойгу и сказал, все, значит так, войны нет, ленд-лиза не будет. Мы, конечно, контрактные обязательства выполним. И так уж и быть. Вот эти ИВЕКи мы дособерем. Но все. Дальше только отечная техника. С Мистралями, знаете, с Мистралями мы тоже еще подумаем. Но Мистрали, правда, нельзя приписывать Сердюкову напрямую. Это все-таки не его уровень компетенции. Если вы помните, когда мы торговали своим автовазом, пытаясь продать 25% акций Реношникам за миллиард долларов, вот именно тогда возникла идея прикупить еще один вертолетоносец Мистраль. И мы почему-то впали в тягостную задумчивость, а потом сказали, нет, знаете, мы не будем покупать Мистраль. И тут же Рено отказалось покупать 25% автоваза. Тогда мы сказали, о, мы мечтаем купить Мистраль. И Рено у нас тут же за миллиард купило 25%. После чего мы сказали, а мы хотим купить еще один Мистраль и еще два построить у себя на Балтийском заводе. Тогда Рено сказала, а знаете что, дайте нам еще 25%. Мы хотим иметь 50% автоваза. И вкладывать, кстати, деньги. Это игра не Сердюкова. С броневиками это игра его уровня. И вот Шойгу всему этому положил конец. Поэтому наша армия будет ездить на тиграх, на медведях, на волках. Не подумайте, что на енотах. Нет, у нас еще есть скорпионы. У нас много разной техники. Вообще в отношении брони мы впереди планеты всей. У нас и по скрытому бронированию очень неплохие технологии. И по вот этому легальному бронированию тоже очень неплохие. Но Шойгу сейчас упрется в ту же самую проблему, в которую уперся Сердюков. Вот когда приходишь к какому-нибудь партнеру по оборонке и говоришь ему, слушайте, вот вы можете сделать эту деталь? Неважно какую, вот эту деталь можете? А он говорит, еще бы. Ну смотрите, самолеты же летают. Конечно, можем. А потом через какое-то время они тебе по чудовищной совершенно цене выкатывают что-то кривое косое. Ты говоришь, минуточку, а это что, оно вот работает? Говорит, вам же не летать. И этот парадокс, он рушит на корню очень многое. Ведь когда мы пытались забронировать наши, например, грузовики для войны в Чечне, то выяснилось, что то же самое у американцев почему-то стоит 600 долларов, а у нас в нашем отечественном исполнении на базе серийного грузовика стоит миллион, но евро. И вот сейчас Шойгу абсолютно правильно пошел по пути запрета импорта. Мы будем воевать своим. У офицера задача все-таки застрелиться из пистолета, потому что на поле боя у него главное оружие это автомат Калашникова. ПМ нужен для того, чтобы покончить с собой, ну либо помочь товарищу. А в остальном оружие у нас будет свое. Хотя почему-то у нас есть пистолеты ГЛОК. Московского производства, хотя не гражданского назначения. Это полицейское оружие. То есть вот эта коллизия не до конца сыграна. Но Шойгу молодец. Воевать мы будем на своем. Сейчас я прервусь на новости, потом вернусь. Еще немножко оборонительные доктрины. А насчет танков, перевозимых на авто, это зря. Сообщение с сайта. У нас в Екатеринбурге на каждое 9 мая танки на парад до центра ездят сами. Потом просто ужас. Дороги по всему пути исследования чинят до зимы и так каждый год. Да, именно об этом и речь. Во всем мире танки перевозят на грузовиках. Мы катаемся своим ходом. В Москве то же самое происходит. У нас на Красную площадь вся гусеничная техника прет своим ходом по Ленинградке. Причем нам каждый год рассказывают, что асфальт стал лучше. Ну, естественно, чтобы он стал хуже. А когда это такое было? А на каждую гусеницу у нас левша прибил какую-то специальную резиновую подкову. Поэтому вы не волнуйтесь, все будет хорошо. О том, насколько все будет хорошо, да, я знаю. Я, собственно, регулярно там прохожу и любуюсь на все на это. Вот, теперь к вопросам и мукам вашего выбора у нас на связи Игорь. Здравствуйте, Игорь. Вы открываете бал. День добрый. День добрый. Здрасте. Слушаю вашу передачу часто. Первый раз, честно говоря, дозвонился. С дебютом вас, Игорь. Спасибо большое. Вопрос заключается в чем? Вот слушаю и очень мало вопросов задается по праворуким машинам. Да, мы их изживаем всей страной. Изживаем? Конечно. Ну, почему? Ну, почему? Допустим, цепляет вопрос по Тойоте японского качества, который часто звучит практически каждую передачу. Да. На правых рулях, что касается японского качества, оно есть. Причем владею вот на данный момент Калдиной, Тойота такая, и владею также Аутбеком, Subaru. То есть, как же затронули мое сердце, сказали буквально, наверное, вчера, чтобы ее не советовать его покупать. У вас правый руль или левый? Нет. Subaru, Аутбек, у меня левый руль, но 2000-й год. То есть, это предыдущий кузов, где нормальный полный привод. Да, да, где нормальный полный привод. И у вас же еще причем должна быть... У вас ручка или автомат? Автомат. А, ну то есть, у вас нету этой рычажка понижайки, ну да, на раздатке которой. Ну и тем не менее. Нет, рычажка нет, зато есть на Калдине куча всяких прибамбасов. Игорь, вы, кстати, помните, почему у японцев праворукие машины такие живучие? Отгадку эту. Ну, я помню про духов. Да, да, да. У них специально есть обряд подселения духа дедушки или бабушки в машину. Другое дело, что они не успевают этого... У них нет обратного обряда, когда они машину продали и сказали, дедушка, ну ты переселись в следующую, в швейную машинку, в стиральную. Он, бедный, так уезжает в Россию, продолжая оборонять машину. А по поводу правого руля, вот представьте себе. Товарищ Путин, у нас 166-м постановлением о промсборке в одностороннем порядке изменил правила игры, обрекая иностранцев на подписание обязательства 300 тысяч машин в год. Вот таких игроков у нас много. И в принципе, мы на сегодняшний день выкрутили руки иностранцам на полтора-два миллиона автомобилей. А в это время за Уралом, да и так потихонечку по городам и весям страны, живут люди на правом руле и не хотят ездить на левом, у которого явное перепроизводство будет уже прямо сейчас. Что со всеми этими людьми делать? Сказать им, у нас страна демократичная, поэтому катайтесь на своем правом руле? Ничего подобного. Это рынок сбыта. У нас за Уралом, по официальным данным, живет 20 миллионов, по неофициальным 12 миллионов. Из этих 12 миллионов, ну, китайцы, ладно, они правый руль не особо себе покупают, но из этих 12 миллионов, несколько миллионов, это потенциальные потребители. И они упрямо катаются злостно на правом руле, а должны пересесть на левый, тем самым, сделав нам рынок сбыта практически безграничным. Какие шансы против государства? Никаких. Дело в том, что я согласен пересесть на левый руль, так как, ну, в принципе, я вожу и такой, и такой. Но суть в чем? Альтернативы нет. Нету и не будет. Нет альтернативы. Конечно. А как вы хотели, чтобы вам пришли и предложили ее? Нет. Вы должны ее взять в бою своими зубами и руками. Я попробовал очень много машин, сейчас склоняюсь непосредственно к полному приводу. Да, это логично. И ситуация в чем? Вот, допустим, мне сейчас нужна машина еще больше. Калдино не маленькая машина, а аутбек тоже. Да. Но вот семья большая, плюс приходится возить дачу. Ну, понятно, у всех у нас есть хлопоты, конечно. Да, и вот выбора, допустим, на данный момент в левом руле его нет. Ну, Игорь, это знаете что? Это не машины дорого стоят, это мы с вами мало зарабатываем. Вопрос не к цене. То есть вопрос, я вот сейчас рассматриваю, то есть Land Cruiser 100, да? Правильно. Но опять же не новый. Ну, понятно. Соответственно, левый, правый руль все равно. Ну, в конце концов, кто не рискует, тот и не обжигается. А вы по-любому возьмете себе убитый насмерть Land Cruiser 100 с свернутыми мостами, готовый полностью к капремонту, со скрученным спидометром. А Q7 вы возьмете просто со скрученным спидометром, не сильно убитый. Ну, да, это особенность нашего вторичного рынка. Хорошо, а если брать правый руль, обратно же в Слуги Востока заказывать? Ну, там, если она без пробега по нашей стороне, да, вы за те же самые деньги возьмете себе правый руль. Просто пробег будет меньше и может быть почестнее. Но вы все равно враг государства, потому что правый руль должен быть изжит. Бороться против нашего государства увлекательное занятие. Снимаю шляпу перед героями. Вы знаете, я вот, слушая вас, очень на многих машинах поставил крест. Что посоветуете в таком случае? Берите себе любую большую машину, которая вам нравится, потому что вы так или иначе на вторичном рынке обречены на риск. И поскольку вы рискуете во всем, то, в крайнем случае, удовлетворите себя хотя бы в удобстве той композиции, той экибаны, которую вы берете. Как только вы полюбили машину, она тут же начинает выздоравливать. Я понял. Спасибо. Еще такой вопросик маленький. Затрагивалась тема дорог. То, что заложено в дороге сметы, идет куча откатов. Да. Так как работаю в одной из строительных фирм, могу честно сказать, что сметы, которые приходят на строительство тех же самых дорог по Москве, они, можно сказать, составлены, грубо, 7-10 лет назад. И здесь строительным организациям приходится себя ужимать. Согласен по тендеру. Это еще минус. Своё же ужатие. Да. Вот. И альтернативы, чтобы дорога была хорошая и честная, мне кажется, ее здесь не будет. Но вы что-то предложить можете, как специалист, близкий к этой теме? Вот что нужно изменить, ну, если не глобально, то есть не государство, не повыгонять всех этих и нанять других, а вот на уровне технологий и хотя бы того же тендера, что-то можно изменить? Вы знаете, технологии хорошие, они имеются, им не дают ходу из-за финансирования. Вот в чем вопрос. То есть нужно всего-навсего победить коррупцию, и будут хорошие дороги? Совершенно верно. Займемся этим на досуге. Может быть, каждый из нас на своем рабочем месте. Сергей, вы на связи. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Здрасте. Хотел поспорить немножко с вашим экспертом, который... Давайте. Ну, или не экспертом, который перед началом передачи сказал по поводу культуры вождения, которая падает. Но я, честно говоря, сильно не соглашусь с ним, потому что, мне кажется, у нас просто очень короткая память. И все уже забыли, как каких-то там 10, 12, 15 лет назад. Ну, 15 лет назад вообще люди непринужденно выезжали на встречную на один ряд. Потом, если на встречную уже кто-то ехал, обгоняли через второй ряд. О проезде через перекрестки на красный свет ночью вообще никто не задумывался. Ну, я просто сужу по таким вещам, что выезжая за границу 10 лет назад, сначала испытываешь шок, когда приезжаешь туда, потом испытываешь шок, возвращаясь обратно. Сейчас все-таки шок не такой сильный. Но все равно остается, поскольку некоторая разница между нашими странами тоже есть. Ну, разница, безусловно, есть, но она... То есть, скажем, теперь шок происходит немножко в другую сторону, когда, например, ну, скажем, в наши бывшие республики, типа Азербайджана, выезжаешь, там, оказывается, люди водят немножко еще так, по старинке, и понимаешь, что мы еще, что мы действительно где-то посередине между Европой и Азией, и, ну, уже ближе к Европе. Скажите, Сергей, Сергей, вот тот ужас, который вы только в самом начале своего рассказа упомянули, это вы так водили ночью на красный не останавливались и по встречке? Нет, нет, я тогда был маленький. Я тогда это наблюдал с водительского сидения. С пассажирского? Потому что я тогда был, уже 15 лет тому назад, я был активным водителем, и я не помню, чтобы люди ездили по встречке 15 лет тому назад. 20 тем более. Вот в советское время таксисты, самые резвые, и то не позволяли себе... 15 лет назад был 97-й год. Был беспредел. Так что я... да. Ну да. Я просто говорю, да, про 97-й, 2000-й. С чего все началось? Почему люди позволили себе так, с таким пренебрежением относиться к правилам, вообще вести себя подобным вызывающим образом? С чего вдруг? Это люди такие плохие? Да вы знаете, я думаю, что это как, скажем, форсированная урбанизация приводит к тому, что масса людей приезжают из деревни в город и начинают себя вести в городе так, как будто они у себя в деревне или там, или в ауле, или в кишлаке. Это совершенно не принципиально. Они ведут себя как в деревне. Хорошо, но им не хватает культуры для того, чтобы адаптироваться в новых правилах игры. Но кто задает тон? Почему люди позволяют себе это без культуре предъявлять обществу? Почему они его не прячут? А тут вопрос, мне кажется, очень сильно количественный. Числом взяли нас? Почему-то мы за границей же приезжаем и ведем себя там смиренно. А я вам объясню, что во многих странах за границей у них, скажем, водительская культура передается в поколение. Уже, ну скажем, есть люди, у которых прабабушки водили. У нас, как правило, скажем, водители... Сергей, перебью вас. Большинство людей водителей в первом поколении. Все понятно, перебью вас. Когда Южная Корея начала всерьез автомобилизовываться, произошло это не так давно, потому что скачок этой стороны случился у нас на глазах. Мои ровесники, люди, которым там слегка за 40, они начинали биографию по пояс в грязи рисовой грядки. Сейчас они ездят на даймондах, это такая большая красивая машина, к себе в офис в галстуке. То есть прогресс случился сразу. И 20 лет тому назад у них беспредел на дороге был таким, что с точки зрения иностранца это воспринималось как неестественный отбор, когда слабый погибает, сильный остается, потому что правил дорожного движения как таковых не существовало, культуры вождения не было. Но что произошло? Те же самые люди сейчас ездят по правилам в рамках одного поколения. У них в принципе, кроме велорикши, в генотипе ничего зашито не было. На сегодняшний день корейцы это очень спокойные, вежливо, аккуратные водители, которые ездят по правилам. Что произошло в рамках жизни одного поколения? Почему такая дисциплина и аккуратность? Ну, у них это действительно совпало с серьезным прогрессом. Нет, Сереж, ничего не совпало. А у нас это совпало с разрушением и наступлением хаоса. Разрушение? Хаос где? Где хаос? Хаос в жизни. В жизни вообще. А по цитате классика хаос где? В головах, конечно же. Вот, а рыба воняет откуда? А кто у нас на дороге учинил беспредел? А генерал Федоров, который у нас сейчас Карелию представляет в Сенате, в парламенте, это человек, который лично развалил ГАИ. Вот именно при нем гаишник стал зарабатывать с дороги, а не хозяином на дороге командовать движением. Вот отсюда и возникли все те самые проблемы, которые мы имеем. Потому что мы в своем поведении везде, что в лифте, что на улице, следствие той ситуации, в которую нас ставит государство. Государство определяет правила игры, к сожалению. Коряво это делает. Перерыв на новости. Сообщение с сайта. Сергей, расскажите о своем отношении к Kia Optima. Kia Optima безудержно удачный, замечательный автомобиль. Очень радуюсь за каждого владельца этой машины. Корейцы прыгнули через несколько ступенек, через несколько витков эволюции. Собственно, корейцы так занимаются постоянно. Они не идут по спирали, они прыгают, 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 прыгают. Еще один очень любопытный вопрос, такой эклектичный. Посоветуйте кроссовер, более-менее идеальный по цене и качеству. Что само по себе уже эклектика. Цена и качество идеальными. Но они не стыкуют с ней как. Причем есть подсказка мне. Nissan X-Trail нравится, что про него скажете? Сейчас Mazda 3. Если вы Моздовод, а тут, судя по всему, написано, нравится дожуйте, но хочу повыше и попросторнее, спасибо. То, оставаясь под флагом Mazda, вы можете перейти на какой-нибудь аппарат, типа, сейчас уже, конечно, на вторичном рынке CX-7, а дальше будет CX-9. Либо пятерочку, которая CX-5. Это любопытные кроссоверы, очень неплохо сделанные. Причем Mazda, она молодцы. Они пренебрегают шумоизоляцией, специально ее избегают. Но вот те несколько килограмм, которые занимаются поглощением шумов, они очень сильно отягощают конструкцию. Для японцев это просто смерть. Особенно для Mazda инженеров у них такая высочайшая заточка, весовая культура изделия. Они всегда хвастаются, что у них каждая последующая машина легче предыдущей. Я думаю, что скоро они будут выпускать воздушные шарики, потому что с автомобилями уже просто не получится. Но после Mazda 3 это очень хорошая по управляемости машина. Идеальным было бы, конечно, CX-7. CX-7 больше нет, соответственно, CX-9. А Nissan X-Trail, ну вот все-таки у него определенные нюансы с вариатором 2.5. Они как... То есть двигатель 2.5 комплектуется с вариатором. Это тот самый вариатор, который я по-прежнему никому не советую. У нас на связи Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у вас день дебютов. Я, можно сказать, тоже первый раз. Я рад за вас. И за себя, кстати, тоже. Да, был на готове один вопрос, но вот на той неделе счастливо уже получил на него ответ и узнал, что я в хорошей компании. Я тоже сейчас езжу на C5 в сарае. Замечательная машина. И кашу глазом на Суперб тоже в сарае. Очень правильно. Мы с вами одной крови, Сергей. Во-во-во, я этому очень порадовался. Перед тем, как задать свой вопрос, я хотел 3 копейки ставить на счет культуры вождения. С удовольствием. Я начинал водить в Венгрии в конце 80-х. Вот 89-й, когда у них система там менялась. И тогда было, удалось тогда съездить в Германию. Вот. И поражало, насколько машины с одинаковыми номерами культурно и мирно всех пропускают на территории Германии. И насколько они, как все шумахеры, ездили по дорогам в Венгрии, потому что венгерские штрафы для них было где-то в районе пачки сигарет. Вот. Расхолаживает. Да, расхолаживает. Да, да. Но теперь такого нет. Теперь все всюду ездят одинаково. А вопрос такой. Я, в общем-то, взял эту машинку с автоматом C5. Правильно. Движок этот THP 1.6, тоже с замиранием сердца жду сюрпризов, пока в районе 20 тысяч стучу по дереву, все вроде хорошо работает. Вот. У него прекрасные моменты, вот через вот эти небольшие завалы снежные, прямо на нежно-нежно в натяг он прекрасно проезжает. Вот. Но кое-где подбуксовывает, и я вроде бы, это моя первая машина с автоматом, и я вроде бы научился так немножечко ее раскачивать. И тут вдруг от ваших коллег тоже по радио узнал, что автомат не терпит раскачки. Вот проясните, пожалуйста, эту ситуацию. То есть я как бы чуть-чуть заранее его включаю, вот она катнулась вперед, а я уже переключил на N, и уже заранее переключил на N, и поймал этот момент. Но если я это ломаю, то тогда остановите меня, пожалуйста. Нет, вы не особо ломаете то, что вы нагружаете гидротрансформатор, и тем более, когда вам нужно какое-то быстрое переключение, вынуждаете его к этому быстрому переключению. Вы остаетесь, тем не менее, в рамках дозволенного, поскольку и на такую эксплуатацию в том числе он был рассчитан. Автомат — это ведь не хрупкое изделие, придуманное, например, в нашей стране. Все, что придумано в нашей стране в районе автопрома, оно требует пиетета. Лучше не пользоваться, чтобы не сломалось. То, что сделано за рубежом, оно все-таки рассчитано и на мамзельку, которая там за рубежом не особо понимает в технике. Ей нужно, она дрыгнула. Ей не нужно, она не дрыгнула. А нужно, она наступила на гашетку. А не нужно, она сказала, ой, мама. И то, что вы подобным образом пытаетесь раскачать машину, да, это, естественно, на ресурсе сказывается отрицательно. То есть вы тратите автомобиль по его прямому назначению. Значит, вместо 25 миллионов километров, которые, гипотетически, можно было бы ожидать от машины, она проживет чуть поменьше. Но ничего такого вы с ней не делаете. А самое главное, Сергей, вы же к этой машине относитесь с любовью. Нет машины, которая на это бы не отозвалась. Это я проходил, да. Она платит за ласку. Да, да. Очень хорошо платит. Сергей, а вот еще... Знаете, у меня на самом деле к вам вопрос. Пока не забыл, простите, память немолодая. Вот вы к разговору о штрафах. У нас на сегодняшний день подведена статистика. Гаишники порадовали нас тем, что мы наколотили трупов больше, чем в прошлом году. И получается, что у нас в стране идет ужесточение штрафов. У нас, как известно, как товарищ Путин сказал, цитирую по Виллеру, вот такой говеный замес попался. То есть это мы с вами. И поэтому нас нужно штрафовать, штрафовать и штрафовать. Госдума у нас обезумела в этом отношении. А почему-то факторы сдерживания не происходят. Ни культура вождения не растет, ни осторожность наша не растет, ни опаска перед наказанием не растет. Мы убиваемся в недозволенных количествах. Как же так? Как же так? Есть как бы тоже опыт. Ну, страна у меня одна, как говорится, которую я хорошо изучил. Где-то тоже в районе тех лет, когда я туда приехал на Оке, вызвав небольшой фурор, так сказать, в Будапеште и его окрестностях. Меня даже на трассе загудели, фарами замигали, обогнали, дико извинялись и сказали, подождите, это вы наклеили эмблемку с корабликом или это действительно Лада? Вот, ну это так, к слову. Но она там не прижилась. Но, значит, вот по поводу штрафов, их величины и отношения к ним. И факторы сдерживания. Да, и как факторы сдерживания. Пример номер один. Значит, я приткнулся около нашего консульства, вернувшись, увидел на ней, значит, табличку, что я взят на карандаш. Ну вот. Но зная статистику, что заплатить на месте стоит единичку, дождаться по почте, это значит заплатить коэффициент 2, если просрочить коэффициент 4. То я бегом нашел этого парня, который раскладывал эти штучки, и мы, значит, вот тут же я заплатил и уехал. А мой товарищ венгер, отличавшийся неким пофигизмом, в общем, им тоже свойственным, он сказал, в гробу я их видел. В общем, кончилось тем, что его, когда пригласили в суд, ему предложили отработать 20 часов на подметании улиц. Поскольку городишко был на 30 тысяч населения, то он предпочел оплатить где-то пятикратно или десятикратно. Чтобы не позориться. Да, да. То есть вот она ситуация. Ты вот там встал, но у тебя стопроцентное здание, что тебя вытащат, ну, поймают. И не так важна была начальная сумма, как сколько ты стремился не попасть в ситуацию, когда начнут вот этот тикать счетчик. Тогда остается, вот, Сергей, вопрос, что делать? Вот мы ужесточаем штрафы, а не действует на людей. Как же так? Что же делать? Что же? Ну, вот продолжать в том же духе. Ужесточать? Сдрагивать нет. Ставить камеры, чтобы вот приучить. Я уже глазами ищу камеру тут, проехал нечаянно под одной. Теперь вот жду почту. Ну, пока не приходит. Может, повезло. Зайдите на сайт госуслуги.ру или на гбдд.ру. Там скажут. А у вас был какой-то еще вопрос, Сергей. А, ну, вот эта самая коробка, если вы эту машину знаете, вот, АТ-6 уже новая. Да. Вот он почему-то, когда стоишь... Вообще, тогда глупый вопрос задам, как начинающий на автомате. Вот, если я долго стою в пробке, мне ее на N переключать или лучше на драйве оставлять и держать тормозом? Это две такие теории. Это спор западников со славянофилами. Что такое хорошо и что такое плохо. 50% наших доцентов говорят портфель, а 50% наших доцентов говорят портфель. Понятно. То есть мне сказали, в одном случае N это технологический режим, и нифига в него зря переключать. А вторые сказали, что он нормальный. Просто она, вот эта коробка, отличается тем, что она такую дизельную вибрацию создает, когда держишь ее драйвом. Скажите, у вас при переходе со второй на первую толчка нет? Вниз, когда идете? Нет, нет, нет. Ездите, очень хорошие машины, и все правильно вы с ней делаете. Вот эксплуатация у вас абсолютно нормальная. Артем у нас на линии. Алло, Артем. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Что вас спросить? Выбираем девушке машину? Я думал, девушку выбираете, вы хотели спросить. Да нет. Девушку уже выбрали. Уже выбрал, да. Вот, вопрос такой. Наш выбор пал на Kia Cerato, бэушную. Трехлетнюю, наверное, все-таки. Будем брать. Смотрите, на автомарке, знаешь, что вот скажете, что нам ожидать плохого, и что, по совету тебе, может быть, кто-то есть лучше. Лучше, конечно же, есть, опять-таки, исходя из цены, но вы эту Cerato присмотрели себе где? Просто по объявлениям или она издаконна? На Автору. Но пока смотрели на Автору, честно. То есть на Автору, там ведь у нас очень жадный ценник, это такая мечта продать за деньги, заявленные на Автору. Когда вы к этой машине подступитесь вплотную, найдите ее сервисную книжку. Если вам говорят, что сервисная книжка утрачена, уходите. И, значит, скрученный спидометр. Вы смотрите сервисную книжку и смотрите, с какой регулярностью люди проходили ТО, что они конкретно делали. И если у вас есть возможность задать те же самые вопросы дилеру, с тем, чтобы поднять биографию этой машины, а иногда такие случаи бывают, у вас будет некое представление о том, как же на самом деле эта машинка дожидалась в чужих руках, когда ваша барышня ее купит. Но всегда меня волнует причина продажи. Вот машина хорошая, ей три года, ее продают. Почему? Потому что пепельница переполнилась? Или потому что? Вот этот вопрос остается. Найдете вы на него ответ, значит, вы будете предупреждены. Не найдете, тогда трудно будет сказать, что вам ждать. Сама вся машина Церата, она прочная. Убивать ее довольно сложно. И если хозяин был предыдущий нормальным, то вам достанется очень живучий аппарат, которого хватит еще, чтобы перепродать следующей барышне. Отлично. А что еще есть, в принципе, если вот кроме Церата посмотреть, что можно? Артем, вы задаете вопрос из серии, что бы тут такое нам бы на обед... Нет, ну смотрите, мы Chevrolet Cru смотрели, но не понравилось. Так. Вот вообще как-то не ездит. Для меня как бы, для нее не понравилось. Артем, в гольф-классе порядка, наверное, 300 моделей на планете. Из них половина представлена в нашей стране. Вы очень так масштабно заходите на эту тему. Вы выбираете по форме, по цвету или по цене? По качеству и цене. О качестве вы судите, исходя из чего? Из представления автору? Нет. Автору это просто смотрели. Нет, это как, мы идем тест-драйв, читая отзывы. Ваши комментарии мне очень важны. То есть вы коллекционируете сумму знаний, потом будете делать выводы. Корейцы это хорошо, немцы это хорошо, японцы это неплохо, французы это при прочих равных условиях тоже неплохо. У вас шикарная возможность выбрать себе автомобиль один из четырехсот. У нас Никита на связи. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Никита. Сейчас с супругой и с ребенком ездим на Chevrolet Coptima уже два года. Ух, хороший аппарат. Очень мне нравится. Но начинаю задумываться о том, что неплохо бы через годик-два поменять. И думаю, на Tahoe, а если очень хорошо повезет, то на Escalade. И вот сомнения берут и хотел у вас спросить, как эти два аппарата? Если вы не полагаете их внедорожниками, то все очень хорошо. Это будет замечательная легковая машина, что Tahoe, что Escalade. Она в первую очередь легковая по геометрии своей, потому что как только вы сунулись в серьезный буерок, вам поотрывало бампер и всю остальную пластмассу. Через два года будет, наверное, самый оптимальный момент для покупки этой машины. То есть к оптиве вашей будет четыре. У нас в середине 2014 года запланирован кризис. Соответственно, если ваши доходы не пошатнутся, то цены упадут. И тогда Tahoe или Escalade вам, в принципе, может быть, даже подарят. Я, по крайней мере, буду на это надеяться. Перерыв на новости и на рекламу. Сообщение с сайта. Иван почему-то очень любит Renault Traffic в исполнении Generation. У него в кармане лежит полтора миллиона. А он не знает, брать ему или не брать, и стоит ли съездить за этой машиной в Белоруссию. Вы собираетесь на этой машине работать. За полтора миллиона, в принципе, вы можете взять себе Ford, Volkswagen или, например, Peugeot Citroёn. Вы уже выбрали Renault Traffic, потому что он вам нравится. Тогда не надо переживать по этому поводу. Езжайте, покупайте. Тем более, что техническая поддержка в нашей стране, на территории Российской Федерации, Renault Traffic тоже есть. По поводу чип-тюнинга, такой вопрос довольно каверзный, с упоминанием конкретного чипера. Но он довольно абстрактно, с замахом. Что вы думаете вообще по поводу чип-тюнинга? Я чип-тюнинг не признаю. И никому его никогда не советую. Но есть всегда ребята, которые считают, что без чип-тюнинга им не поражить. Их смелости я воздаю должное. Нормальным людям не советую. Еще один очень каверзный вопрос. Опять-таки, сайта по поводу рессор и пружин применительно к Suzuki Samurai. Samurai-ка это очень была неплохая машинка. Она, к сожалению, себя уже изжила. У нее была крытая крышка, мягкая. И что? Простите. В принципе, и немножко сдерживала эту машину в продажах. И Jimnic'у не зря сделали цельнометаллическую крышу. После чего продажи пошли резвее. Samurai-ка хороший, рамный, агрегатище нормальный. Но вот мне непонятно, в чем суть вашего подозрения. Потому что вообще в целом у пружины, чем от рессора отличается, тем, что у пружины нет обратного хода. Как только вы выбрали весь ход, соответственно, он у вас ложится на двойник всей подвеской. У рессоры есть обратный ход. При этом, когда вы едете на машине с мостами, а у Samurai как раз мосты у него нормальная, хорошая, зависимая подвеска, пружины и рессоры, они имея разную кинематику, обеспечивают вам совершенно разный угол скрещивания осей. Чем хорош Samurai, тем, что хода подвески у него замечательные. И вот здесь, скорее всего, вы что-то недоговариваете. У вас есть какое-то намерение, либо очень серьезно починить эту машину, и вы подбираете какой-то аналог, либо у вас что-то сильно поломалось, как личная жизнь, и нужен какой-то очень нетривиальный ход. Самый проверенный ход – это воспользоваться теми деталями и запчастями, которые придумал производитель. Вот когда вы ставите на место одной стандартной заводской детали другую, такую же стандартную заводскую деталь, получается гораздо лучше, чем любой другой вариант подбора аналогов. У нас Александр на связи. Здравствуйте, Александр. Сергей, здравствуйте. Очень нравятся мне ваши комментарии. Они такие сугубо индивидуальные. И когда я слушаю некоторые ваши советы автолюбителям, пытаясь примирить на себя, то есть хочу дать некоторые комментарии по поводу двух автомобилей. Сейчас у меня Peugeot 406, который я купил в 2003 году новым. И вот это вопрос к предыдущему слушателю, которому вы задали вопрос, а почему вы хотите его продавать? Вот у меня никогда не возникало понимания, почему я хочу его продать. Потому что за все это время этот автомобиль не подвел меня ни разу, абсолютно меня устраивал. И на данном этапе, ну, понятно, что он уже 2003 года, и, наверное, условно говоря, какой-то срок службы у него прошел или что-то еще. Но вот когда меня будут спрашивать, а почему вы продаете, я не найду, ну, не нахожу слов. То есть у меня так уже было несколько раз в ситуации, когда мне предлагали его продать. А мне как-то его жалко. Он уверенный такой. А вы скажете, Александр, вы скажете, все, разлюбил. Продаю, потому что разлюбил. У вас мотор 1.8 или 2.0, или что? Нет, у меня 2 литра с комплектацией, ну, какая-то улучшенная, сейчас не помню, как она называлась, с кожаным салоном, с какими-то электро... Ну, вот двухлитровый автомат. Замечательная машина. Вообще, вот эта вот катастрофическая разница между изящной пенинфариновской красотой 406-го и убогим кракозавром 407-м, она остановила огромное количество людей, которые не перешагнули на этого урода и остались за рулем элегантной, блистательной 406-й. Причем 406-я, ведь она имеет такую тележку, такое шасси, которому неважно, какой мотор. Она блистательно едет со своей эластокинематикой сзади и на 1.4, а в Европе такие были машины с 1.4, и на 1.8, которая на самом деле 1.7, и на двушки. Я проходил тест-драйв на 1.8, но мне абсолютно хватало мощности. Он решил все-таки купить там что-то посерьезнее, и до сих пор всего хватает. Да, да, да. И машина, вот она же красивая, вот она настолько грамотно сделана дизайнерами, что нельзя сказать, она устарела. Нет, она как была изящной, так и осталась. Так, смотрите, пользователь такой машины, получается, автоматически попадает в эту зависимость, в ловушку. То есть у меня эта машина сколько уже там? Десять лет. Половины лет. Да. У меня уже там неоднократно было денег на другие автомобили. И вот, собственно, сейчас я уже договорился, даже отдал предоплату за приобретение Винкольного навигатора 2007 года. О-о-о. Но второго, не третьего, не последнего, да, а второго предыдущего. Тоже неплохо. Ну, в Америке мне его пригоняют, то есть там все обещают с точки зрения, ну, специалисты, в общем. Я поэтому его и беру. Мамой клянутся. Да, 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 то есть они там все в глубине, мало того, они чуть ли не год на него гарантии дают, что ничего, ни из каких агрегатов там не поломается. Ну, Каня, а как иначе? Чтобы они вам сказали, что они только что ее из трех негритянских обломков собрали? Нет, конечно. Ну, там... Мы верим, Светлая. Да, да, да. Мы верим. Только поэтому я беру этот автомобиль, хотя, в принципе, ну, там, если там внедорожников условных, вот таких внедорожников, там, как их в Америке называют, полноразмерные, да, там, джипы, то есть я не рассматривал автомобили, потому что... Утюги. Утюги такие большие. Такой сундук, с которым можно отгладить все, что угодно, отшлифовать. А 46-й... Он внутри красивый, да. Ой, да он огромный, там жить можно. Если, не дай бог, поссоритесь с женой, есть куда уходить сразу. Практически двухкомнатная квартира. Там телевизор, да, да. Можно, собственно, там устроить, в общем, все, что угодно. Да, конечно. В этом смысле для города Линкольн-навигатор, наверное, немножко избыточен с точки зрения размеров. Однако вокруг вот те же самые форды, экспедишины, эскалейды, и таки, которых вы недавно обсуждали. Ну, их, например, те же самые габариты, с точки зрения, там, парковки и... Большая Америка. Скажите, Александр, а вот с точки зрения поведения нашего на дороге, мы постоянно находимся в состоянии, когда на нас наказание все валится и валится, валится и валится. А мы такие нигилисты всей страной, что мы погибаем в недозволенных количествах, продолжаем не там парковаться. Что с нами делать, Александр? Здесь, вы знаете, кстати, вы... В начале, о чем я высказался, ваш очень тонкий индивидуальный подход. Вот я сейчас, почему меняю машину и почему, возможно, именно на Линкольн-навигатор? Потому что на 406-й тяжелый, восьмилетней давности, на меня на дороге, вот это внешнее, так сказать, обхождение других автомобилей, да, уже стало несколько меня задевать. Я довольно крупных габаритов и не стесняюсь, собственно, включаться в какую-то агрессию, если она действительно, ну, справедлива, с моей точки зрения. Вот, но приходится выходить из машины, чтобы показать, что... Что дальше не надо, да, хватит уже называть. А на Линкольне, да, да, все будут разбегаться сами, все понятно. Когда эта штука в зеркале заднего вида начинает маячить, очень хочется памперс. Такой большой, армейский, на 12 часов работы памперс. И это, кстати, наверное, единственная причина, чем мне мой автомобиль, ну, видимо, уже вот перестал нравиться. Я выбирал между Citroёn и C5, и 508 Peugeot, пока вот этот Линкольн не стали привозить. Ну, как-то это привык к французам, очень, очень трос, условно говоря, с 406-м. Ну, естественно, увидев 407-й, сразу взял 406-й из последних, которые только-только там вот распродавались. Скажите, Александр, а 508-я вам как? Ведь вы же к ней уже принюхивались, приценивались. Ну, приценивались, да. В смысле, я ходил на автосалон, который в Москве проходил не так давно. И там разные варианты 508-х, включая гибридные двигатели, которые очень интересно у французов реализованы. Это не классический подход японско-американский. Потому что американцы, Toyota этот патент купил у американцев. Американцы прекрасно понимают, что гибрид это тупик, просто выбросили его в свободную продажу. А японцы, как всегда, тяпнули и сказали, о, ну развивают честно, да. Ну да, вот эти Lexus и Toyota, которые, естественно, это гибрид, это довольно странное решение. И в этом смысле 508-й вот гибрид меня, конечно, ну, он заинтересовал. То есть, ну, чисто потому, что, наверное, я люблю экзотику. С точки зрения денег мне не особо, ну, нет необходимости в какую-то сумму вписать. То есть, и поэтому, вот, посмотрев на те 508-е, которые здесь есть, да, есть хорошие экземпляры, есть интересно реализованные машинки. Наверное, это действительно вот та машина, которая может прийти на смену 406-й. В отличие от 408-й, да, которая сейчас сильно рекламируется, но она, очевидно, в другом классе. Ну, это шутка просто такая. Как номерами совпало, да. Да, знаете, это изящная шутка для неразборчивых. На самом деле, конечно, это 307-я, она же 308-я с нарощенной задницей, она стала 408-я. То есть, сколько слоненка ни тяни, конечно, хобот у него может появиться. Вы помните, как у Киплинга это было. Но класс машины не сильно меняется. Хотя у французов есть такая позиция, что меняется. Ну, наверное, тем тем любителям, которые все эти годы наблюдали за 406-м и смотрели такси 1, такси 2, такси 3, они сейчас наконец-то по карману станет 408-я, условно говоря. И, возможно, она найдет своего покупателя в нашей стране. Я надеюсь, 508-я будет им гораздо притягательнее и на сердце ляжет, поскольку 508-я это гениальная машина, а 408-я это здравствуй, Китай. Ну, вы же понимаете, у нас же все сейчас автопроизводители пиарят именно бюджетные, собственно, автомобили наиболее сильные. Да, и спасибо им за комплимент, потому что с их точки зрения, поскольку у нас бюджетность это символ нищенства, это здорово, когда у меня полмиллиона в кармане. Я такой шикарный нищий, что просто даже не знаю, что делать. Полмиллиона, а там 600 тысяч, потому что та же самая 408-я, она есть и за 700. И вообще-то за 700, ну, я тоже знаю, как их потратить. Согласен, за 700, безусловно, можно найти более интересные варианты. В этом смысле я как раз смотрел С-5, ну, сравнивая его, но как потом увидел вот ДС-5 от Ситроена, и, конечно, с точки зрения линий и очертаний, меня намного более к душе лег. Но если бы он был реализован на шасси от С-5, с небом подсветкой, то это был бы, конечно, автомобиль мечты. А на данный момент, теряя в одном, ну, находя вот эту элегантность линий, как-то вот в этих сомнениях я посмотрел на то, на другое и решил, в общем, как-то на 508 обратить свое внимание. Вот между Ситроенами не смог выбрать. Что приятно, поскольку, конечно, вот эти французские разборки, это разборки эстетов с очень хорошим вкусом. Ну, тем более, когда сверху потом над всем этим тонким слоем масла ложится навигатор. Вот тут мелькнуло уточнение от Григория по поводу самурая, значит, о том, что самураи и такие были, и такие, то есть и пружинные, и рессорные, и здесь определенные муки выбора. Вообще, самурай, вот сколько я на них ездил, я ездил всегда только на рессорных, и мне было достаточно его рессорности. И эта комплектация была, на мой взгляд, очень правильная на рессорках, причем у него рессорки такие, что, ну, когда занимаешься ремонтом, даже кое-что от наших подходит. Хотя, конечно, да, ничего нашего я не советую ставить в машину, в принципе. Единственное, что вы покупаете, получается, что машину, то есть ищете себе машину, у которой очень большой пробег. И самураи, они уже довольно давно передохли все, и коррозионная стойкость мотора, коррозионная стойкость кузова у них так себе была. И по мотору у них было очень много проблем, и ничего с этим не поделаешь. Последний вопрос. Нужна неприхотливая машина. Что скажете про Дастер? На Дастере я доехал по тайге из Мурманской области в Архангельск, и очень рекомендую эту машину. До понедельника мое время истекло. Михаил Куракин, добро пожаловать в студию. До свидания. Продолжение следует.